Жительница Новосибирска судится с роддомом Сибирячка уверяет, что во время родов врачи сломали ребенку ногу, а еще пережали нерв в руке настолько, что мальчик не может ей двигать. Как рассказала жительница Новосибирска, беременность у нее протекала хорошо. Единственное, что беспокоило, так это токсикоз. Малыш развивался, и никаких патологий у него не было. Роды начались ровно на сороковой неделе. В больницу женщину привезли родственники. После осмотра и анализа в Сибирячку отправили в родовую, где на час она осталась в полном одиночестве. По словам женщины, пришедшая врач начала на нее ругаться, дескать зачем рожаешь, если не умеешь. И хотя малыш располагался правильно, он не мог пройти через родовые пути. Врач начала на меня орать, если ребенок родится мертвым, ты будешь виновата. А потом вместе с медсестрами стала давить мне на живот, и вытаскивать ребенка руками. И в какой-то момент с психу так дернуло, что я услышала, как мой ребенок упал на железный поднос, который стоял внизу, вспоминает молодая мать. Женщине показали ребенка и отправили в палату, где не подвезли к кровати, а заставили идти до нее. Сибирячка поднялась с каталки и упала в обморок. Пока медсестра бегала за помощью, пришла в себя и на руках доползла до кровати. Позднее матери сказали, что у ребенка подозревают перелом ключицы, и его нужно перевезти в другую больницу в реанимацию. Во второй клинике выяснили, что у малыша сломана тазобедренная кость, и выявлен пар из Дюшина-Эрба. По мнению женщины, все произошло из-за падения младенца из-за того, что врачи повредили плечевое сплетение. Ребенок не может шевелить одной ручкой. На этом беды не закончились, у малыша произошла закупорка сосудов, и его чудом удалось спасти. Теперь мальчику предстоит длительная и тяжелая реабилитация. Родители подали иск в суд.